Международный фестиваль театров кукол Муравейник пройдет с 13 по 17 апреля. До этого волнительного события остается две недели. Самое напряженное для кукольников время. Готовятся не только артисты, кипит работа в мастерских. Художник Бутафор Ирина Овцева работает почти 25 лет и хорошо помнит, как проходил самый первый Муравейник. Тогда было шествие по улице, все было в новинку. Это сейчас уже 12-й, это уже стаж. Это всегда праздник, которым подшествует очень напряженная работа. А заключается она в том, чтобы принять гостей на высшем уровне и подарить праздник зрителям. На открытии Муравейника Ивановский театр кукол покажет спектакль «Левша». Если основную, можно сказать, главную куклу сделал мастер из Санкт-Петербурга, то дубль полностью выполнен ивановскими мастерами. У нас два дубля. Один, значит, в самом начале, когда он такой веселый, здоровый, когда он подковал эту блоху, а это уже в конце жизни больной. Вот, худенький. Начинается все с лепки головы, с пластилина, с отливки гипсом. Потом по пьемаше. Все тут деревянное основание, резьба по дереву. Вот, а потом, значит, портник одевает, мы ее обшиваем. Получается костюм. Работа очень длительная и кропотливая. В создании одной куклы участвует практически весь коллектив. Андрей Панин – механик. Работает с разными материалами – деревом, картоном, пластиком, поролоном. Эта заготовка в скором времени превратится в уверенно марширующих солдатиков. Задача мастера, чтобы актер, держа кукол одной рукой, смог привести механизм в действие касанием пальца. Когда вот все делаю, вот это вот, я все рукой сам проверяю. Если я где-то поранился или занозился, значит, это мои проблемы. Я начинаю все сошкуривать, зачищать, вычищать, чтобы все было гладко, идеально. Действиям актера на сцене ничего не должно мешать, в том числе и костюм. Художник-моделер Анна Заболотняя создает одежду не только для актеров, но и для кукол. Говорит, что для людей шить сложнее, для кукол – интереснее. Эти наряды на сцене увидят в спектакле «Левша». Они сшиты из натуральных материалов, в основном изо льна. На каждого человека, на каждого актера шьется свой собственный костюм. Это не просто же поточный материал какой-то. То есть ты для каждого актера, допустим, ты снимаешь мерки, шьешь, значит, вот костюм, потом несколько раз примеряешь, чтобы ему было удобно, чтобы он мог делать какие-то движения, которые в его роли, допустим, должны быть. Чтобы он свободно себя чувствовал, потому что, если, допустим, он на сцене, и у него где-то что-то не так, и ему там неудобно, это его отвлекает. Уже добрая традиция – изготавливать к муравейнику сувениры для гостей. Этот год не стал исключением. К этому фестивалю мы приготовили такие прекрасные подушечки. Они народной тематики сделаны. И именно сделаны в стиле театра кукол, такие очень милые такие, очень нежные какие-то и яркие. В этом году фестиваль «Муравейник» посвящен столетию Иваново-Вознесенской губернии. На сувенирных подушках есть надпись «Сидцевый край, кукольный рай». Мы ожидаем к себе в гости 19 театров, которые покажут спектакли не только для детей, но и для взрослых. И для взрослых будет очень много блестящих спектаклей, поэтому я приглашаю взрослых по вечерам приходить к нам в театр, покупать билеты заранее, потому что количество билетов ограничено. Любовь Почерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.